Пистолет – пулемет американского производства М3 «Грисган». «Грисган» от слова «масленка». Почему? Потому что он очень напоминал шприц для смазывания автомобильных принадлежностей. Использовался стандартный пистолетный патрон 45-го калибра, довольно мощный. Использовался в основном самоохотчиками, танкистами для стрельбы из тесных условий. Как говорил один персонаж одного фильма, вот так открываем, он стреляет, вот так закрываем, он не стреляет. У него очень интересная система взвода. Как вы видите, да, взводной ручки нет нигде. Почему? Для того, чтобы, опять же, при эвакуации она ни за что не цеплялась, не доставляла неудобств. Взводится он пальчиком. Как прямо это больно выглядит даже. Вот как-то так. Пальцы оторвать, нет? Ну, я не знаю, надо постараться пальцы оторвать. Не получается, например. Боекомплект такой же стандартный, 30 патронов у него вроде, как у большинства пистолетов-пулеметов того времени. Удвижной проволочный приклад максимально простой конструкции. Жахнул по нему, он сложился, дернул за него, он разложился. А вот это вот что закрутил? А это ствол сменять для обслуживания. Ствол испортился, отстрелял свой ресурс. Двигаем защелку. Скручиваем, меняем новый, ставим на место, дальше стреляем. А никакие деревянных деталей у него нет? Нет, все штамповка, максимально упрощенной конструкции, чтобы можно было штамповать и штамповать. Вот кнопка выброса магазина. Тоже довольно ужасная конструкция. Все кондовое. Не сломаешь, даже если захочешь. Прицельных приспособлений, не имею в виду. Тоже диоптер стандартный, диоптер мушка. Тут отверстие простейшим, да? А если она забивается грязью? В него можно падуть. Ага, падуть. Рекольно. А сколько он весит? Килограмм 3. Ну вот, по сравнению с ним. Он легче, чем пашки. С немецкими, с советскими были какие-то преимущества? Ну, у советских аналогов, допустим, ППС, если брать, да, прямой аналог. Он довольно легкий, он легче этого. Это легче ППС? Нет, наоборот, ППС самый легкий. Этот потяжелее, МП-38, МП-40, это кирпичи уже. С ППШ тоже? А у него класс другой. Это складной пистолет-пулемет, то есть максимально компактный. ППШ не компактный пистолет-пулемет, это армейский пистолет-пулемет. Ага. Насколько он был надежный, насколько его любили или не любили? Надежным, он понимает, надежность любого оружия обуславливается количеством деталей, которые в нем применяются. Чем меньше деталей, тем оружие надежно. Соответственно, здесь деталей практически нет. Это водопроводная труба со стволом, в нем бегает затвор с пружиной. Ну, что-то его здесь блокирует, переводчика огня здесь нет. То есть он стреляет только в автоматическом режиме. Ломаться нечем. Отечки можно делать пальцами? Конечно. То есть, когда ты делаешь на спусковой крючок, он стреляет, как только отпустил, он не стреляет. То есть нельзя так просто нажать, он херок высадил весь магазин. Так не бывает. А после войны что с ним стало? Пошел дальше службу проходить. И когда их сняли с вооружения? Лет 30 назад. Лет 30 назад сняли с вооружения? Да. Очевидно. Они ограниченно применялись у танкистов, у самоходчиков, тоже. Вещь удобная, патрон стандартный. Субтитры создавал DimaTorzok